СОФИЯ И у людей горели тогда квартиры, люди вообще в панике. Тогда у нас не было уже ни света, ни газа, ни воды, ничего. И мы тогда вот 18 марта решили переехать до родственника в Шипиловку, в село. И там был такой дом, в котором хороший подвал такой. А потом вот такое случилось, 7 мая, тогда был очень такой беспокойный день. Было, везде были прилеты, все так, дело. И вот где-то в 2 часа дня случился бабах, и все оказались под завалами. Я туда вместе была с сестрой в подвале, ну, со всеми братьями, и мамы, бабушки нет. Сестер тоже нет, с братьями. Не хватало воздуха вообще. И почувствовала, что у меня рука болится, у меня был перелом ключицы. У меня военные, Украина. Вывезли в Лисичанск, в больницу. Там они меня так осмотрели, спасали на бахмут. С бахмута в больнице я тоже лежала, они мне нанесли швы на голову и гипс на ключицу. Далее с бахмута меня эвакуировали в Днепр. Там уже в Днепре приехала моя крестная. И из Днепра они меня уже, ну, меня лечили там, делали операцию. И из Днепра меня уже повезли в Луцк. И вот на данный момент в Луцке нахожусь. У меня ежицкий терьер. Туда, в Рубежном, захотела я собачку. И вот мама такая говорит, ну, поехали, возьмем. Нашли на сайте собаку, купили ее, привезли домой. Он такой маленький, такой классный. Назвали его Топа, потому что он когда бегал по комнате, он топодел своими ножками. Собака сейчас живет со мной. Он вместе со мной туда лежал в подвале, и он выжил. Я его ногами выпихивала, чтобы он вылез. Вот для меня он сейчас самый дорогой друг. Она подрослела, и подрослела она сразу после всего, что произошло. Мы с ней общаемся на рівне, как с дорослой человеком. Боже, восприятия там дитина, мне кажется, вообще нет. Жизнь изменилась кардинально. И в ней, и в нас живем. Мы дружно, ладим, наче розуміємо один одного, поддерживаем, допомагаем, вірим, что все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова